Слава Господу! Да, где бы мы сейчас были, да, если бы не Господь Бог? Особенно я. Я вот сидел и размышлял. На земле нет другого создания, кто бы имел интеллект. Просто нет, не найдете. Есть слово, и мое свидетельство будет сегодня, скажем так, о слове. Приходит на память, как к одной сестре приехали домой и проводили служение. И как-то котик мешал ей возле ног. Мешал ей, мешал она, пнула его ногой. Такая, чтоб ты сдох, барсик. Ну и барсик отошел и сдох. Знаете, слово есть такое, слово вообще дано нам Господом. Оно может быть как и благословение, как и проклятие. И никто на этой земле не имеет слова, как человек. Я хочу поделиться таким свидетельством. Однажды, скажем, в бизнесе у меня хотели отжать бизнес. Вывезли меня в лес, в лесополосу. Связали мне ноги с кетчем. Руки за спиной связаны были с кетчем, ремнем еще дополнительно. И начали меня забивать в голову. И, скажем, я чувствовал, что, ну, еще раз мне несколько хорошенько достанется, надо как-то сделать так, что я уже вырубился. Я хоть в свое время и тренированный человек, и хорошо держал удары, но я понимал, что удары настолько сильны, что я их не выдержу. Я сделал вид, что я, скажем, без сознания. Люди отошли, оставил меня. Я полежал минут десять. Потихонечку начал переворачиваться на спину. И вдруг в этот момент я перевернулся на спину, я в воздухе увидел и услышал слово «беги». Оно было такое, знаете, как дымка, прозрачное. Вот оно так, как воздух сжался, появилось, и так медленно, так медленно, медленно стало опускаться. Я разжал руки без особого усилия, вместе со скетчем и ремнем. Просто-напросто, как будто это что-то было мягкое. Я снял с ног спокойно скетч. Естественно, я все с собой забрал. И я, скажем, был, места должны были мне быть знакомыми, но было вечер, я не смог определиться, где это. Тихонько я перешел, там небольшая была проезжая часть. Вот. И подсолнух растет. Я тихонечко окунулся в подсолнуху этот и медленно-медленно стал отползать. Голова, естественно, жутко окружилась. Вот. Но самое, что интересно, я не знаю, сколько там, может, метров, 500 прополз. Может быть, уже начало ночь наступать такое темно. Но я слышал, как уже меня сподхватились, меня не нашли, ругань, крики, поиски. Ничего там уже, скажем, было поздно. Я уже ушел. Я проползал медленно, медленно, и уже была ночь. И сколько прополз, я не знаю. И вдруг я увидел, идут двое людей и сторожевая собака. Я по силуэтам прекрасно понимал, что люди в камуфляже. Собака служебная. Я переползал в грунтовую дорогу. И знаете, как я просто лежал, я уже лежал обессиленный. И эта собака подошла. Я думаю, вот так вот, всего лишь какая-то мелочь. И я попал. То есть, естественно, там, скажем, я так понимал, что все вокруг понимают, слышали крики. Знаете, как Бог действовал? Подошла собака. Вот она меня просто обнюхала и не дала никакого повода, что здесь что-то было. И пошла дальше. Я думаю, слава Богу. Я сейчас понимаю, что есть Господь Бог. Прошло время. Я ночью пробирался. Я же говорил, я как-то в прошлом охотник. Хорошо знал местности. Уже начинал осветать. Я определился. В общем, интересно. Я понимал прекрасно, что идут поиски. И поиски идут, скажем, группировка серьезная. Я пробрался. Я определил местность. Я прошел много километров. Я пробрался там, в тот дом, где мы жили. Но пробрался. Интересно. Бог мне дал, как сегодня брат Геннадий говорил, откровение. И Бог мне дает откровение. Как мне подойти, чтобы попасть в этот дом? Перед домом, естественно, стояла машина, дежурила. Вот как попасть? Я обошел с другой стороны. Там были соседи. Я там разные предлоги. Зашел к ним через двор. Я пробрался в дом. Зашел там. Была моя семья. И сразу же я начал действовать. Позвал моего друга. Он приехал на машине, въехал во двор. Загрузили мою семью. Меня, самое интересное, проезжая мимо машины, скажем, те, кто караулили дом, ждали меня, поджидали. Он остановился буквально там в метрах пяти. Вышел там, что-то сделал возле почты. Сел в машину. Но дабы дать понять, что в машине нет никого. Вывезли меня на одну из квартир. Мы поднялись на квартиру, дали мне ружье, патроны. И время, чтобы какое-то время выждать, чтобы мне вообще выехать. Потому что очень было дело серьезное. Потом мне, скажем так, помогли выехать. Я выехал вместе с семьей. Какое-то время я не находился. Я еще хочу сказать, что вот это вот свидетельство, почему я хочу объяснить вообще ситуацию, как Господь Бог на все на наше смотрит. Мы должны понимать, что, знаете, все существует. Я уже говорил и в первых свидетельствах, что существует. Мы живем в параллельном мире. В параллельном мире. Мы не знаем, нам не дано видеть сейчас, что вот здесь Дух Святой, вот здесь Господь Бог. Мы не знаем, может быть, Он здесь, может быть, Он рядом, здесь сидит. Мы этого не видим, нам этого не дано. Но это все есть. Это свидетельство о укреплении. Нас слышат многие люди, чтобы понимали, что без Христа, без Господа в этой жизни прожить невозможно, нельзя. Вот после того, будет время как-то, Бог даст мне жизнь, если даст, приведет меня на это место. Это было началом того времени, когда я начал искать Иисуса Христа Господа. Это тогда, когда внутри у меня началось понимание, что без Господа нам прожить нельзя. Это небольшое свидетельство, которое хотел сказать, кто еще не принял Господа, пусть подумает, пусть задумается над этим. Без Него нельзя, невозможно. Слава Ему и хвала. Если кто-то сейчас видит меня и слышит, я бы хотел помолиться молитвой покаяния. Пусть за мной повторятся сейчас эти слова. Бог мой, Отец мой, я грешник, я прошу милости Твоей, Господь. Я жил без Тебя и живу без Тебя. И я прошу Тебя сейчас. Бог мой живой, войди в мое сердце. Помилуй меня, Господи, во имя Иисуса Христа. Господи, прибудь со мною во все времена. Я вверяю Тебе в Твои руки мою жизнь, Господь. Ты мой Бог. Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня, с сегодняшней секунды момента Ты был со мной и прибыл во все века и во все время со мной. Тебе да будет слава, хвала, Тебе поклонение. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Аминь.